РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЕВАНГЕЛИЯ ДЕНЬ ЗА ДНЁМ Здравствуйте, с Вами протеерей Павел Великанов. И сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Марка, 13 глава с 9 по 13 стих. Давайте послушаем. «Но Вы смотрите за Собою, ибо Вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят Вас за Меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать Вас, не заботьтесь наперед, что Вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет Вам в тот час, то и говорите, ибо не Вы будете говорить, но Дух Святый. Предаж же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется». Совет Христа не заботиться и не задумываться над тем, что говорить в ответ на обвинение, на первый взгляд звучит очень странно. По крайней мере, мы обычно поступаем прямо противоположным образом. Тщательно готовимся, если нам предстоит какое-то ответственное мероприятие, где нам надо выступить. Тем более, когда речь идет о судебном разбирательстве, цена которого – наша жизнь. Но неужели Христос своими словами лишь хочет подогреть человеческую безответственность и расслабленность? Тем более, что перед этим Он сам же призывает смотреть за собой, то есть быть предельно внимательными к тому, что происходит. Наше эго очень любит заниматься различного рода надумываниями, особенно в состоянии тревоги и беспокойства. Разум, словно передвижной аналитический центр, по команде разворачивает весь свой богатый арсенал и начинает просчитывать всевозможные варианты развития событий, предугадывать сценарии, действия потенциального противника и соответствующие им ответные мероприятия. В этой напряженной, изматывающей работе рождается оправдание. Но мы же все, что могли, сделали, и даже больше того. На грани, даже за гранью возможного. Хотя, как правило, в жизни ситуация разворачивается неожиданным образом, и все предварительные расчеты летят в корзину. Почему это происходит? Причина простая. Никакой даже самый гениальный ум не может вместить в себя полноту бытия. Жизнь гораздо сложнее, многограннее, тоньше и глубже, чем мы можем себе представить, и зачастую именно то, что оказалось за границами наших познавательных возможностей, играет решающую роль. Сегодня, говоря о грядущих преследованиях христиан, Спаситель предостерегает их от пустой траты времени и сил на обдумывание и накручивание себя. Гораздо важнее быть в духе, не потерять соностроенность божественному духу, перед силой которого меркнет любая земная премудрость и все риторические ухищрения. Но чтобы не поддаться панике, когда на глазах рушатся родственные связи, когда любимые становятся предателями, когда весь мир смотрит на тебя, как на врага, надо приложить немало усилий, чтобы не соскользнуть в опасную воронку саможаления, а удержаться на тончайшей ниточке веры, сохраняя свой баланс молитвой и всецелой преданностью Христу. Евангелие. День за днем.